Это мероприятие детям дает развитие, общение друг с другом и, так скажем, возможности детей в этот период, они возрастают. Проверить знания в области точных дисциплин собрались в минувшую субботу 100 школьников из четырех городов Алтая. Все учащиеся неравнодушные к точным наукам и готовые продемонстрировать отличное владение алгоритмами, производными функцией, свободно варьирующей законами Ньютона и ОМА и другими канонами физики. Весь мир и страна живет в стандартах технологического прогресса. И сегодня, конечно, люди, имеющие математический склад ОМА, тягу к физике, к химии, они будут востребованы и все больше и больше. Организатором состязания выступил фонд Федора Спиридонова совместно с ведущей консалтинговой компанией России. Уже на протяжении нескольких лет специалисты фонда поддерживают бийских лицеистов и наблюдают за их результатами. Именно отличные показатели учеников стали толчком к проведению такого масштабного мероприятия. Мы уже с коллегами, с которыми я в том числе учился, мы придумали, что это может быть некий такой командный математический, физико-математический турнир, где есть и драйв, когда команды соревнуются, и есть как раз проверка уровня знаний, есть креативные задачи. На открытии турнира участников порадовали ярким и завораживающим барабанным и неоновым шоу. После торжественной части школьников проводили в аудитории, где им предстояло решить три блока сложнейших, но интересных задач. Первый и второй блок – это классические задачи, соответственно, по математике и по физике, в которых необходимо написать только правильный ответ. Но, тем не менее, задачи очень сложные и без решения самой задачи правильный ответ получить невозможно. А третий блок – это самые интересные, нестандартные даже для олимпиадного формата задания. Мы их называем аналитические задачи. Например, ответить на вопрос, с какой скоростью растет трава. После трех часов напряженной борьбы стало известно, что первое место забрала команда Бийского лицея «Едем на Всеросс». Победители получили дипломы и ценные призы. Также каждому школьнику подарили стильный мерч. В будущем, по словам организаторов, планируется проводить соревнования в три тура в течение всего учебного года. А участниками станут школьники уже со всех городов Алтайского края. Евгения Прохорова, Андрей Сегаев, Будни.